Ребят, привет! Вы находитесь на канале Луна Байк, а меня зовут Дмитрий. Сегодняшнее видео будет, скажем так, знаковое для проекта Фэдбайк для Бати, потому что после сегодняшнего видео на нем наконец-то можно будет ездить. Да, это будет не финальное видео, потому что еще останутся крылья, багажник, еще какие-то мелочи. Но сегодня я буду устанавливать тормоза. Правда, тормозные роторы и ручки уже стоят, это я устанавливал в прошлых видео, а сегодня поставлю калиперы и протянул тросы. Перед тем, как установить калиперы, нужно обезжирить роторы. Лучше, конечно, всего это делать специальным средством, но так как я сборку веду в домашних условиях, то это средство будет просто везде на полу, везде. Поэтому я решил взять обычный спиртик, смочить тряпочку, ну и вот так вот протереть роторы. Для чего это нужно? Ну, потому что роторы в процессе установки я трогал руками, плюс так где-то мог задеть масло, еще что-то могло попасть. Чтобы на колодки все это не попало, лучше предварительно протереть. Ну и так же я поступлю с передним ротором. Дополнительно еще перед установкой калипера я прошелся по резьбе болтиком, то есть вкрутил, выкрутил сверху и снизу. Это сделал для того, чтобы убрать остатки краски. Сами площадки здесь уже зачищены были, а вот внутри резьбы была немножко краска. Калипер также я открутил, потому что он в комплекте идет сразу с установленным ИЭС-переходником. Вот так вот выглядит калипер. Ну и можно еще открутить регулировочные винты, которые разводят колодки. Здесь они, кстати, с двух сторон, вот этот вот плюс БП-7. Так, ну, собственно, нанесем сборочный герметик немножко в резьбу. Добавим. Оп. Оп. И можно приступать. Так, берем болты. У нас тут еще идут специальные такие центровочные чашечки на болтах. Ну, это вот фишка БП-7. Хотя не только БП-7, и на БП-5 тоже такое видел. То есть на гидравлике почему-то такого нет, а вот на механике есть вот эти вот чашечки. Они позволяют отцентровать калипер относительно диска. Так. И с нижней стороны. Сейчас я, конечно, затягивать это все не буду, потому что нужно будет еще отцентровать калипер относительно диска. Несмотря на то, что вот это все тут есть, нужно его выставить будет. С задним калипером я поступил точно так же. Сначала подготовил резьбу, вкрутив-выкрутив болт, потом нанес сборочный герметик внутри резьбы. Ну и осталось только вот подтянуть, так, чтобы калипер свободно ходил, но при этом не болтался. Так, сейчас нижний болт тоже затяну. Так, по-моему, перетянул. Да, вот все. Заверять длину рубашки. Начнем с заднего тормоза, потому что здесь требуется больше длина, а у меня, собственно, очень ограниченное количество рубашки. Мне тут, по-моему, в комплекте было 2,5 метра. Этого хватит, но, возможно, впритык. Вот. Я заранее с рамы снял все скобочки, которые должны будут удерживать рубашку троса, но вообще я их заменю на стяжки. Стяжки, мне кажется, надежны, потому что эти скобочки, бывает, отлетают. Ну, а сейчас я просто прокладываю линию, как она будет в будущем установлена. Ну, и использую скобочки, потому что их гораздо быстрее можно установить, плюс их можно снять. Так, здесь у нас внизу, на пире. Так, сейчас, чтобы вам видно было. Оп, перенесем табуреточку. Так, здесь вот единственный минус прокладки тормоза, что вот он под рамой проходит. Мне, конечно, так не нравится. Можно, в принципе, поверху пустить, но здесь немножко изогнуто. То есть, если бы сразу предполагалось производителям, что будет поверху идти тормозная линия, то есть, бонки бы сверху были прикручены, было бы круче. Ну, уже как есть. Так. С другой стороны, отец не будет экстремалить. Я ему тут вчера про защиту звездочки рассказывал. Он говорит, а зачем мне? Я говорю, ну, а вдруг ты на бревно наедешь? Или будешь препятствия переезжать с очень крутым перегибом? Ну, короче, он просто посмеялся. То есть, короче, футбайк-то у него экстремальный, а отец будет так по лайту кататься. Ладно. Теперь нужно примерить тормозной ручки. Напоминаю, у нас правая тормозная ручка является задней. Так, разворачиваем на 180 градусов. И вот, примерно вот так отмеряем. Так, сейчас еще раз удостоверюсь, что у нас тут все в порядке. Так. Чтобы не оказалось так, что потом оп, и не хватило. Возьмем кусачки. Ну, и здесь вот с небольшим запасиком вот так отрезаем. Оп. Ну, и все, сюда останется только концевик надеть. И, в принципе, задний тормоз можно уже прокладывать. Так. Петелька, кстати, довольно аккуратный выходит. Теперь берем оставшийся кусок рубашки. Вставляем его в калипер переднего тормоза. Ну, собственно, делаем то же самое. То есть, закрепляем на вилке. Передний тормоз у нас с левой стороны. Теперь разворачиваем его. Так, на 180 градусов сразу возьмем кусачки. Вот, и смотрим. Видите, у нас впритык, в принципе, можно было чуть-чуть хвостик вот этот оставить для заднего тормоза. Ну, тут уж не угадаешь. А вдруг бы не хватило. Тут у нас еще может сумочка быть, еще что-то. В принципе, даже, наверное, откусывать не буду. Сейчас разверну обратно. Посмотрю, насколько большая петля. Ну, такая, не прям большая, конечно, но есть. А если... А вот если откусить, как раз нормально будет. Так, с другой стороны, если и сумка будет, то упрется в эту сумку. Ладно. Давайте-ка обрежем. Если бы нужно было, чтобы вращался руль, можно было вот использовать специальный якорь, чтобы через центр пропустить тормоз. После всех замеров проложим рубашку окончательно. Берем сторону, на которой уже был установлен концевик. Вставляем ее в ручку тормозную. И потихонечку-потихонечку прокладываем. Я сразу буду стяжками все это делать. Но стяжки не буду до конца пока что стягивать. Потому что еще, скажем так, она не зафиксирована будет в части калипера. Когда уже протянул трос, тогда можно будет стянуть и откусить хвостики у стяжек. Так. А пока вот так оставим свободный ход. И последняя стяжка. Вот так. 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 Теперь берем длинный трос. У меня в наборе их было два. Один короткий для переда, другой длинный для сзада. Так. Откусываем наплавку, которая нам не нужна. То есть тут сразу под два стандарта сделаны. Под два стандарта сделаны. Одна под барабанчик, а другая под грибочек. Вот грибочек как раз состригаем. Ну и теперь через тормозную ручку все это продеваем. И вставляем в рубашку. Так. Теперь этот кулачок. Зажимаем. Все. Здесь у нас вышел трос. Можно установить канцевичок. Вот честно говоря, плохо, что сразу под два стандарта. Это, конечно, универсально все. Но вот лучше, когда конец тросика пропаянный. А так он мне сразу откусанный получился. Не очень хорошо. Так. И надеваем канцевичок. Все. Так, наверное, не все. Еще надо в тормозную машинку это все продеть. Так. Уплотнитель. Так. Теперь точно все. Займемся теперь передней ручкой. Вот так вставляем кулачок. И у нас здесь по всей длине ручки идет прорезь. А вот здесь вот в гаечках контровых, которые также позволяют сделать преднатяг тормоза, у нас тоже здесь прорези. Вот. Теперь вот так их поворачиваем и все. Ну, можно было, конечно, как с задним тормозом я поступил, просто продеть. Так. Теперь вставляем в рубашку. Рубашку троса я установил аналогичным образом, как рубашку заднего тормоза. Здесь вставляем и ждем, когда она выйдет. Установим танцевичок рубашки троса. И вставим ее в калибр. Оп. Немножко у нас там тросик начал распушиваться. Вот я и говорил, что лучше подпаянный конец. То есть, они вот эти универсальные тросики, которые потом распушиваются. Так. Ну и в принципе можем уже затянуть трос в приводящем плече. Так. Теперь нужно настроить калибр. Колодки должны быть параллельны ротору. Кстати, у меня уже есть видос, посвященный настройке механических тормозов. Но там BB5. Там все немножко сложнее, потому что внешняя колодка не регулируется. Только внутренняя. Там все делается за счет натяжителя троса, который вот здесь вот спонтирован. Ну, это, кстати, один из самых популярных видосов у меня на канале. После видоса, посвященного изготовлению колонки для велосипеда. Ну, собственно, что еще нужно? Музыка и тормоза. В общем, буду использовать вот такую вот пластиночку. Купил ее на Алиэкспресс. Колодки у нас сейчас максимально разведены. Должны быть. Так, проверяем. И калипер свободно ходит. Надеваем эту пластиночку вот так вот на ротор. И заводим в калипер. Теперь с помощью вот этих вот регулировок подгоняем колодки таким образом, чтобы у нас ротор примерно был посередине прорези. Не стесняемся закручивать. Так. Ну, вот, собственно, все. Теперь затягиваем ротор на другую сторону. Затягиваем калипер. Ну, давай. Оп. Оп. Так, все. Теперь ослабляем. Можно до самого конца ослабить. То есть, ничего страшного. Вводим эту пластиночку лучше вниз, потому что в обратную сторону педали начинают вращаться. Так. Теперь смотрим, чтобы у нас ничего не задевало. Теперь подводим внутреннюю сначала колодку. То есть, максимально близко. Так, слышим звук. Теперь отводим ее. Отводим по чуть-чуть, чтобы, короче, не было звука. Здесь, конечно, осложняется настройка тем, что трещит храповый механизм в барабане. Так, еще. Так. Вроде нет. Сейчас. Так, есть. Так. Теперь подводим внешнюю колодку. Так же. Слушаем. Ну, вроде я больше не слышу. Он, конечно, вообще может ничего не слышно, потому что трещит этот храповик. Сейчас проверим. Ну, нормальненько. Вам не видно, но ручка даже до конца не доходит. То есть, сразу тормозит. То есть, собственно, все. Настройка закончена. Я сейчас также настрою передний калипер. Думаю, нет смысла показывать второй раз. Это и так получилось довольно долго. Все, можно ехать, испытывать фэтбайк. Как я уже сказал в начале видео, еще нужно поставить багажник. Там весной, возможно, поставлю крылья сюда. Вообще нету никакой светотехники. Но это уже мелочи. Сейчас уже можно поехать. Я думаю, именно этими сейчас и займусь. Несмотря на то, что сейчас уже поздний вечер. Ну, мне все равно. И я поеду прокачиваюсь. Ладно, ребята. Не забываем ставить лайки. Подписывайтесь на мой канал. Распространите это видео в социальных сетях. Не забудьте нажать колокольчик. Всем пока. И встретимся на YouTube. Субтитры сделал DimaTorzok